Команда «Химиков» И со стороны было очень тяжело играть с нами Поэтому мы будем работать, проэксировать Это еще не последняя игра чемпионата Спасибо. Есть вопросы? Что на ваш взгляд было самым сложным для вашей команды, с чем не удалось справиться? Мы сами Мы сами с собой не успокаивались 30 минут мы выполняли все-таки на игру Потом сбились на нитя действия Хочу поблагодарить в первую очередь болельщиков Болельщиков Южного, болельщиков Одессы, которые приехали, которых было много, которые поддерживали. Я думаю, что для болельщиков была очень хорошая и интересная игра. Болельщики получили удовольствие, был моментами очень неплохой баскетбол в исполнении обеих команд. Что же касается конечного результата, то мы проиграли практически вчистую четвертую четверть. Причем проиграли мы ее, когда на площадке не было Колтера и Петрова. То есть мы делали акцент на этих двух игроках. По тому, как мы должны были все играть, большого количества претензий у меня к ребятам нет. Мы очень часто придерживались плана на игру. Да, где-то не попали свои броски. Это баскетбол, нельзя расписать и запланировать, кто попадет, кто не попадет. Но то, что в момент усталости команда Южного сыграла гораздо более дисциплинированно, приняла правильное решение и в защите, и в нападении, вот именно этого момента не хватило нам. Когда мы устали и пошла игра, скажем так, на инстинктах, которые вырабатываются на тренировках, инстинкт победителей, они воспользовались этим моментом. Я так думаю, что впереди еще очень и очень много игр, и если мы будем двигаться в правильном намеченном направлении и проявлять то желание и тот характер, который было сегодня, то очень многим с нами будет очень непросто. Добрый вечер. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые сегодня пришли. Игры с Одессой всегда в полный зал. С Одессы приехало много болельщиков. В таком зале намного приятнее играть. Сделали то, что должны были сделать. Почувствовать эту уверенность. Третья победа подряд после столько поражений. Надо вернуться на свои позиции, если можно так сказать. Первую половину не справились немного с тем, что разбирали, пропустили в быстром нападении очки, бэкдоры. Во втором половине встали больше на правила. Забили важные броски в конце игры. Витала забила, Петя забил штрафные важные. Вот и выиграли. Добрый вечер всем. Поздравляем с победой руководства, болельщиков. Спасибо, что пришли, поддержали. Хорошая атмосфера была. Спасибо одесским болельщикам, которые приехали в многочисленном составе. Была очень хорошая атмосфера. Одесса первая половина. Мы неплохо начали игру, но проблема была в том, что Одесса, Олег, хорошо напали нас на то слабое место, которое у нас было. Потому что я хотел играть с двумя маленькими гардами. Марченко, например, Дерек или Сид. Дерек, да. А он, наоборот, играл большим составом. У них очень хорошо получилось заиграть Сашу Беликова на лоупост, который заставил нас либо делать фолы, как Марченко в первой четверти сразу три фола получил. И на этом они нас поймали. И во второй половине уже нам пришлось полностью перестроить игру. И мы играли также большим составом. Немножко изменили вид защиты, что принесло нам результат, особенно в последней четверти. Всех с победой. Двигаемся дальше. У нас есть еще две игры, которые мы не доиграли. То есть у нас еще Харьков перенесенный и Николаев. Поэтому нам надо, как сказал Илья, потихонечку возвращаться в тот ритм. Мы даем им на те позиции, которые мы хотим претендовать. Спасибо большое. Есть запросы? Сегодня заявки не было Джейсона Лава. С чем это связано? Мы подписывали, когда контракт, говорили о том, что будем делать какие-то выводы по истечению ФИБа. ФИБа закончилась. К сожалению, я не ожидал того, что получится такая ситуация с Джейсоном. Я думал, что он нам намного больше поможет. Я его поблагодарил за работу. Пожелал ему удачи. Он хороший парень, но, к сожалению, в этот раз не пришелся ко двору, что ли, так сказать. Поэтому мы с ним разорвали отношения. Еще вопрос. Планируется ли в связи с этим какие-то кадровые изменения? Пока нет. Пока нет. Еще вопрос по Рябчаку. Есть какие-то подмоги? Знаете, как оказалось, не все так просто, как нам хотелось. Потому что ехал он с той травмой, которую он получил еще в Литве, усугубил в Литве на сборах. И получается, мы думали, что там будет мениск просто немножко. Ему сделают операцию, он за месяц восстановится. Сейчас сроки восстановления, врачи сказали, будет немножко дольше. То есть, я думаю, что месяца два, наверное, минимум. А там, знаете, как оно, как уже пойдет. Как вот Антипов, да, он с рукой с этой, говорили, через полгода начнет играть. Он на месяц с опережением, как бы, то есть хорошо у него все зажило, как бы, и смог восстановиться быстрее. Поэтому, знаете, тут все в руках Бога, как бы, и наших врачей. Поэтому будем надеяться, что Саша как можно быстрее восстановится и начнет уже помогать команде. Потому что, да, как бы, ротация без него, как бы, ну, еще уменьшилась. Просто Джейса, она, как бы, уже тоже нет. Есть как есть, будем бороться, несмотря ни на что. Ну, а, я слышу. Алексей Дубровскому. Продолжение следует...